МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, у нас в дзюдо как-то надо все броски отрабатывать до автоматизма. Я ж не привык, чтобы там на меня только внимание обращали. Я как бы такой, ну, скромный, смотри. Ты не должен забывать, откуда ты вышел просто, и все. Нужно всегда оставаться человеком. Я месяц-два не потренируюсь, у меня там ломки начинаются сразу. Я не могу без зала. Я столько лет отдал этому виду спорта, и я, наверное, уже не смогу без него жить. В финале я боролся уже с действующим чемпионом мира. Честно сказать, я сразу сказал, что он в финал выйдет. Мы с ним отборолись, конечно, в ничью первые пять минут. У нас очень такая скоростная схватка получилась. То он подвернется на бросок, то я подвернусь вот так, и чтобы друг другу замечание не дали. Но это одно замечание уже решало, да, судьбу золота. В начале, на самом деле, он очень опасно атаковал все время, потому что очень сильный парень, и чувствительный, и скоростной, и взрывной. И он опасный был. Пояс атака, пояс атака. Так, ну это вот уже второй раз. Уходит от опасности. Оба не хотели выступать. На него посмотрел, я вижу, что он больше меня устал. А там же нам дают пояс завязывать, привести себя в порядок. Вот нам пояс завязан, а у меня развязан. И чтобы он сильно не отдохнул, я прям быстро завязал пояс, и сразу начал бороться. Потом уже в Golden Score, когда в дополнительное время, это самое опасное, потому что человек возьмет неправильный захват, да, ему все, замечание, это все золото ушло. Ну, где-то долго тоже не боролись, где-то, наверное, секунд 30-40, и получилось так, что я его поймал уже на подсечку. Это автоматически у меня получилось. Честно, вот когда я его бросил, ну, не знаю, не задумывался о том, что там золото или это Олимпиада или что, ну, у меня просто появилась мысль о том, что я вот выиграл эту схватку и все. Так вообще в голове такого не было, что там Олимпийский чемпион. У меня такое ощущение, как будто бы у меня там весь зал кружился, я никого не видел. Там, конечно, столько людей, там на каждом шагу себя поздравляли, и, не знаю, для меня как-то непривычно. Я не понимал вообще, что происходит. Я даже не задумывался о том, что там у меня первое золото в России. Я на медаль просто смотрел, но чуть-чуть не верилась. Конечно, в первую очередь поблагодарил всех тренировок. И поблагодарил, конечно, и Аркадия Романовича Ротенберга, Василия Васильевича Аннисима. Вот без них, я считаю, что, может быть, у нас столько медалей на Олимпиаде точно не было. Больше всего я радовался за своих родителей, то, что я смог их так сильно обрадовать, потому что у меня отец больше меня хотел, чтобы я стал олимпийским чемпионом, чем я сам. Я миллиард процентов уверен. Я знал, что как они там ликуют, как они радостные. Но вот за это я больше всего радовался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова